Рейды по детским удерживающим устройствам стали уже регулярными. Сотрудники ДПС проверяют, как водители соблюдают правила дорожного движения. Но сегодня, в предновогодние дни, рейд необычный. В нем принимает участие полицейский Дед Мороз. Пожалуй, этот Дед Мороз самый дисциплинированный из всех, ведь в то время, пока не раздает подарки, служит в полиции. Сегодня проверяет, насколько юные жители Тамбова и их родители соблюдают ПДД. За верные ответы, пусть даже и с подсказкой, Дедушка Мороз дарит подарки. Не сладкие, а очень даже полезные. А самое главное, когда ребенок маленький, с кем он должен идти через дорогу? С мамой. И? С папой. Молодец. Держи звездочку, чтобы тебя в ночи было видно. А вот сотрудники ДПС, как обычно, проверяют именно наличие детского кресла в машине, где перевозят ребенка. Оно должно быть правильно установлено, а маленький пассажир надежно зафиксирован ремнями безопасности. При перевозке с нарушениями правил дорожного движения у нас без детского удерживающего устройства детей определенного возраста предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Но Дед Мороз, конечно, не будет у нас нарушения выявлять такие. Этим как раз займутся инспектора ДПС. Сегодняшнее мероприятие проводится в соответствии с решением Координационного совета по защите прав потребителей при администрации области. И сегодня рассматриваются не только вопросы применения детских удерживающих устройств, но и с целью разъяснения родителям о том, что необходимо применять только качественные и безопасные детские удерживающие устройства для того, чтобы обезопасить своих детей. Так в рейде приняли участие и сотрудники Росстандарта. Стоит отметить, что при покупке удерживающего устройства важно остерегаться подделок. У кресла должна быть маркировка, где указаны наименование, год выпуска, а также изготовитель. Должна быть обязательно руководство по эксплуатации в комплекте с устройством. Не допускается применять такие устройства, как корректоры лямок безопасности, треугольники, адаптеры и тому подобное, которые не являются детскими удерживающими устройствами. И в случае ДТП такие устройства не защитят ребенка, а создадут недопустимые нагрузки в области шеи и живота ребенка. В ходе сегодняшнего рейда нарушители выявлены не были. Яна Ильина, Олег Осипов, Евгений Мещеряков. Область новостей.